Всем привет, ребята! С вами Милогросик. И сегодня у нас новая история, новый лор о безбашенной хулиганке. Я думаю, вы догадались, кто это. Это Джинкс. Джинкс, полоумная и безрассудная преступница из Зауна, привыкла сеять разрушения, не заботясь о последствиях. Вооружившись целым арсеналом смертоносных средств, она устраивает самые громкие взрывы и самые дерзкие диверсии, оставляя за собой разгром и панику. Джинкс презирает скуку, и поэтому всегда рада учинить хаос и кромешный ад, где бы она ни оказалась. Никто не может сказать наверняка, откуда появилась Джинкс, однако о ней бытует множество городских легенд и преданий. Одни говорят, что она была юной бандиткой, которая связалась с дурной компанией, и затем то ли повредилась головой из-за постоянных убийств вокруг, то ли пострадала от рук врагов, то ли просто тронулась, надышавшись испарениями из точных колодцев. Некоторые заунские сторожилы помнят молодую девчушку, которая подходила под описание Джинкс, но по характеру отличалась от нее, как небо от земли. Та милая и невинная девушка была самоучкой с большими планами на будущее, но никогда не умела подстраиваться под других, и в итоге скверно кончила. Некоторые между тем твердят, что Джинкс вовсе не человек, а некий мстительный дух насилия, что явился в Филтовер, дабы сеять разрушения и воздавать за тех заунцев, что погибли тысячами, когда город уходил под землю. Джинкс впервые явила себя миру в ночь проказ. Это ежегодное событие взрослые горожане на силу терпели. В эту ночь молодежь всего Филтовера разыгрывала злые шутки со своими домочадцами и соседями. Джинкс воспользовался этим поводом, чтобы устроить первое из своих многочисленных преступлений. В итоге все городские мосты были перекрыты стадами обезумевших животных, выпущенных на волю из зверинца графа Мэй. Десятки дорог были разворочены взрывами и стали непригодными для проезда. Да вдобавок все знаки уличного движения были развернуты или перевешены на новое место. Джинкс удалось посеять на улице хаос и заставить городскую жизнь замереть. Городская стража приписала эти преступления шайкам обхимиченной шпаной, арестовала несколько десятков известных всей округи бедокуров и выслала их обратно в ЗАО. Но Джинкс была не по нраву мысль о том, что ее сумасшедшие планы будут ставить заслугу кому-то другому. Поэтому она стала делать так, чтобы ее замечали на месте каждого преступления. Вскоре пошли разговоры о таинственной синеволосой девчонке из ЗАОна. Однако слухи о том, что она таскает с собой химтековую взрывчатку, гранатомет в виде зубастой акулы и многозарядное ружье казались явной нелепицей. Действительно, откуда бы обхимиченному ЗАОнскому антребью достать такое грозное оружие? Каждое новое преступление становилось все более безумным. В конце концов, Джинкс одновременно подорвала несколько зарядов взрывчатки в разных частях города. Огнем пожаров, расцвечивавших небо, сверкающим перед техническими взрывами до самого рассвета, было уничтожено немало архитектурных шедевров, возведенных усилиями пилтоверских кланов. Благодаря позднему времени от взрывов никто не пострадал, но главы многих кланов пришли в бешенство, когда увидели, что их великие творения превратились в горы камней. Череда преступлений Джинкс продолжалась много недель, но попытки стражей задержать злоумышленницу неизменно терпели неудачу. На местах преступлений она оставляла оскорбительные надписи и колки послания в адрес миротворца Вай, новой союзницы пилтовера в борьбе с преступностью. Именно из этих ярко-розовых надписей стало известно имя новой возмутительницы городского спокойствия. Джинкс С каждым новым дерзким преступлением Джинкс приобретала все большую известность. Днини Заунцев разделились. Одни считали ее молодцом за то, что она умела насолить пилтошкам. Другие ее называли опасной психопаткой, грозившись тянуть все силы стражи в Нижний город. Она подошла как никогда близко к этому, когда устроила взрыв у солнечных врат, на несколько часов парализовав судоходство. При этом упущенная выручка правящих кланов составила немалую сумму. Но Джинкс точно знала, за какие ниточки нужно дергать. Она бросила пилтоверу вызов, который было нельзя проигнорировать. Она покусилась на казну города. На стенах склепов-эклиптике одного из самых надежных деньгах хранилищ пилтовера она намалевала карикатуру на миротворца Вай, присовокупив к ней подробный план будущего ограбления. На протяжении того времени, которое оставалось до даты, выбранный Джинкс для ограбления, в пилтовере Изауне царило напряженное ожидание. Многие сомневались, что преступнице хватит духу и виться туда, где она почти наверняка окажется в руках правосудия. Когда, наконец, настал этот день, Баа, Кейтлин и стражники, не полагаясь на удачу, подготовили для Джинкс ловушки вокруг хранилища. Куранты часовой башни прозвонили на значный час, но ничего не произошло. Все решили, что Джинкс пошла на попятный, но она оказалась на шаг впереди незадачливых ловцов. Несмотря на кажущуюся промечивость действий, у Джинкс был четкий план, который она привела в исполнение несколькими днями ранее. Она спряталась в специально подготовленном ящике для монет, стоявшем на складе близ пошлинных башень у Солнечных Врат. В этом ящике ее и перевезли в хранилище за два дня до события. Джинкс уже была внутри Сейхаус. Она наносила свои знаменитые розовые надписи на позолоченные стены, раскачивалась на люстрах и оставляла взрывоопасные сюрпризы в сейфовых ячейках. Услышав творившуюся внутри какафонию, Вай поняла, что произошло. Она в одиночку ворвалась в здание, проигнорировав приказ Кейтлин идти туда вместе с группой захвата. В итоге развернувшейся битвой хранилище было разнесено на кирпичики после затяжной череды разрушительных взрывов, в которых отличились обе стороны. После этого схватка Джинкс и Вай переместилась на самый глубокий подземный уровень, где находилась наиболее защищенная часть хранилища. Никто так и не узнал, что же там случилось, когда Вай преследует Джинкс, сильно оторвалась от группы захвата. Когда преступница и стражница оказались запертыми в подземелье вдвоем, Джинкс выпустила в потолок этажа несколько ракет, и все здание обрушилось. Стражники, находившиеся на верхних уровнях, успели иритироваться до того, как хранилище рухнуло. Но вот Вай оказалась отрезанной от них. Ей удалось спастись от гибели, спрятавшись в тот же ящик, который использовал Джинкс, чтобы проникнуть внутрь. Затем она пробила себе путь сквозь обломки, перед этим проверив, не лежит ли где-то среди руин бездыханное тело Джинкс. Но все, что она смогла обнаружить, это еще одну надпись, намалеванную на развалинах. Это была последняя насмешка Джинкс, которая снова призывала Вай поймать ее. Синеволосые хулиганки и след простыл. Обиднее, оскорбительнее всего было то, что из деньга хранилища не пропало. Ни единая монетка. Джинкс до сих пор разгуливает на свободе, оставаясь вечной головной болью для Пилтовера. Ее проделки породили подражателей в среде химшпаны Зауна, а также множество сатирических представлений, поговорок и прочего в обоих городах. Ее конечная цель, а также то, почему она так одержима в стражнице Ивай, до сих пор остается тайной. Но, одно можно сказать наверняка, ее преступления продолжаются и совершаются со все более отчаянным безрассудством. А на этом сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также пишите в комментариях, как связаны Вай и Джинкс. Почему Джинкс так одержима стражницей Вай? И всем до скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok